Кинем уголон решил начать. Тут все травой заросшее, джиг не покидать. Вот кинем уголончик вполне вполне. Как бы здесь глубина приличная, но стоит трава высокая. Прилично как около двух метров. Мужик здесь явно не покидать. А, на поверхностной, обычно на утку ли не клюет на этом узе, поэтому попробую убирки. Попался. Озеро Уткуль. Первая поездка на озеро Уткуль. Вот она щучка. Маленькая конечно, будем тебя отпускать. Отцепил при помощи инструментов. Надеюсь ты плывешь здоровенькой. Давай, давай, моя хорошая. Молодец. Все, рыбачим дальше. Вторая. Ух ты, какие свечи она делает. Ух ты, какие свечи. И глотать-то хорошо сегодня. Это уже чуть покрупнее, но тоже маленькая. Тоже маленькая, но покрупнее. Свечи красивые. Щуку вторую оставил я на уху. Она скачет там сзади лодки. Хорошая была. Промазала. Промазала. Чего же она так-то доловится. В поводок ударила. Вряд ли она доловится, но попробуем. Тем не менее. Вот три активности щуки видел. Третья промазала, самая крупная. И все. После этого совсем тишина. Может быть, потому что я уплыл из самой травы. Может быть, поклевки были там, где самая трава. Еще интересно то, что эти две маленькие щучки заглотили очень-очень глубоко. А третья, которую я не поймала, она сошла. То есть, она не глубоко заглотила. Как всегда. Сошла снова. Ну, елки-палки. Две поймал, две сошло. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Ох ты. Попалась. Не удержалась. После карантина, да конечно можно, сын. Конечно, после карантина. Пошел сильнейший дождина. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Не вижу куда бросать. Где есть трава, где нету. Очень сильный дождь. Очень. Может, она перед дождем поклевала и все больше не будет. Пять поклевок у нее за час перед дождиком. Ну все, встретимся после дождя. До встречи. Пока-пока. Пять поклевок у нее. Пока-пока. Пять поклевок у нее. Продолжение следует...